Меня зовут Крейн, это моя жена Твердис. Мы делаем электронику для игр. На моей стороне в основном лежит разработка электроники, схем вклад, радиопротоколов, программирование всего этого добра. Твердость помогает мне с дизайном и с пайкой. Помимо нас двоих в Астране есть ещё кое-то количество людей, которые тоже занимаются программированием, что-то дизайнер, делают платы и прочее. Ну, в общем, организовывают по этому, в том числе. Это то, о чём мы говорили. Возьми эту штуку. Скажите, пожалуйста, кто здесь в первый раз? Нет таких? Даже смешно представить. Хорошо. Ладно. Оно включено? Прикинь. Мало того, что включено, что не работает. Это самое главное. Смотрите, мы делаем электронику с давних пор. Начиналось всё в 90-е годы. Регистский артефакт выглядел так. Это, значит, брали палку, к палке прикручивали какой-нибудь кристалл, к кристаллу прикручивали фонарик. Хорошо, если не синие изоленты, а чёрные изоленты. Вот. Дальше, собственно, кристалл включался и выключался как фонарик. То есть вкл-выкл. И это было некрасиво. Я решил, что это всё неправильно. Нужно всё делать не так. В ходе, значит, попыток сделать как надо, я понял, что на транзистах ничего не сделать. Получается слишком громоздко, неудобно и так далее. Пришлось изучить микроконтроллеры. Я выучил ассемблер, значит, для того, чтобы сделать эльфийские светения, которые бы плавно включался и выключался. Вот. Поэтому я, в общем, с тех пор говорю, что хочешь быть волшебником – учись и плюс-плюс. В этом мире магия отыгрывается электроникой. Ну и, собственно, те железки, которые мы делаем, они предназначены для того, чтобы нести в мир волшебство. Чтобы в мире стало больше прекрасного. Значит, у нас есть слоган «Make your reality even more real». Да, значит, связано это с тем, что, ну там, есть задачи на играх, которые можно решать игротехниками. Например, так, идёт, значит, Хорбит по лесу, к нему подходит игротехник и говорит «Твой кинжал светился!» «Твой кинжал светился!» «Твой кинжал светился!» «На самом деле, похожий на Хорбит – ничего!» «Только нужно, чтобы его раздвинуть». «Сейчас...» «Может только правильно!» «Ты не включил?» он срабатывает максимальная дистанция метров 100 ну здесь понятно мы перекрываем пункт можно как-то затушить чтобы это срабатывало значит смотрите с дистанции следующая вещь это радио законы прохождения радиосигналов крайне причудливо и стахастично мы к сожалению можем измерять расстояние исключительно по уровню сигнала поэтому там когда ко мне приходят ребята и говорят мы хотим чтобы она на 15 метрах срабатывала а на 16 уже нет нет ребята так не годится она будет срабатывать и дистанция 15-30 метров если вы хотите ближе можно сделать чтобы там от пяти до пяти до двадцати или там от метра до десяти как бы дальше более точно невозможно к сожалению если мы будем проводить сигналы на одной игре мы делали значит радиацию в очередной леденящий душу раз и там нужно было чтобы она реагировала как надо и в общем мы пытались вымереть собственно расстояние чтобы было хорошо но мы добирались до того что все отлично работает и до 50 метров видно после 50 не видно но изредка какой-то залетный пакет короче пролетает на 70 ну вот вот с одной стороны да с другой стороны значит вот кинжал боевой он съездил почти с ним я хотел спросить а ему можно далее скажем так мы мы дрались короче мы драться им лаком вот сломали не сразу вот не крашеный кристалл кинжал 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 был наречен грощенкой этот зеленкой а тут полку сломали нашли офисно ну так бывает значит в этой штуке просто не вставлена электроника это цель на печатник короче кинжал прям вот так вот печатается по диагонали и лисит целиком а почему-то в диагонали а потому что он очень большая а то чтобы как бы логично как так вот да ну вот вот хочу пошел лет что влезло да на прочность скорее даже собственно туда вставляется плата длиной в весь кинжал а это все плата да на ней он множество светодиодов мы могли бы да у каждого светодиод управлять индивидуально мы могли бы конечно же сделать чтобы он выдвигался как световой меч у джедая ну то есть здесь он синий потому что мы захотели чтобы он был синий но он может любого цвета тут могут быть какие-то эффекты 2812 только 2 на 2 миллиметра никто не понимает значит есть светодиоды как это ну там история следующая там мод обводы потом вместе с диодами контроля нет 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 короче история следующая была задача управлять множеством светодиодов дальше кстати сделали микросхему в с 2811 не включаются подключается 1ргб светодиод и дальше на микросхему подается управляющий сигнал и если придет зажигается производим цвета на следующем шаге китайцы стали эту микросхему встраивать прям внутри светодиодов и дальше получается что мы берем сколько угодно светодиодов соединяем их последовательно и у нас дальше можно зажать стима пятому светодиоду светиться желтым да как и есть да ну собственно идея сделать светящиеся кинжалы которые будут реагировать на ораков давным-давно стоит эта задача первый дебют кинжалов был на игре 2 эпоха в десятом окажется году там кинжалы были умылые это связано сделано небольшое лирическое отступление нас в ходе нашего прогресса нашего развития было несколько грабель грабли 1.0 выглядели так я думал электронику делать сложно а вот корпус прикольный может сделать кто угодно для этого не нужно специального образования специальные знания это все поэтому моя идея была такая давайте буду делать электронику и а вы будете делать какие-нибудь прекрасные штуки мы соединим наши усилия и ваши творения будут оживать и ко мне приходили люди как красиво светится а давайте можно же сделать подарок из ратуши ну и собственно через некоторое время я понял что я сделал светильник и в общем больше никто не горит желанием это поэтому идти идти вот и дальше я пришел к тому что нужно все делать самому ну смысле как бы хочешь сделать светильник сделай светильник значит грабли 2.0 были позже когда мы решили что есть мастерская группа которой на игру нужно что-нибудь ну например хи приходит мастерская группа хи говорит мы хотим чтобы были кинжалы которые реагировали бы на орков мы хотим чтобы были светлые силы которые были светлые эльфы которые тоже чуя зло вот значит это светлый чуете смотрите видите он мигает красным потому что он чует хишки у нас такие да это собственно с хишки да вот а это наоборот злой медальон который чует что рядом есть кто-то светлый ну слушай они то и другое чувствовали то есть они горели либо можно настроить вот собственно свои проходили они горели свои все это масло чужие и по какому потоколу они связаны с ними по нашему фрагменту нет если это конечно что то что это 868 мегагерц и как они потребляют питание сейчас я все расскажу я хочу быть последовательным мы до всего доберемся вот здесь мы видим что этот видит двух темных а этот видит одного светлого одного темного а этот медальон он темный но как бы никого не видит это орочий медальон ну и собственно все эти вещи настраиваются то есть здесь прямо сказано что этот медальон темный но он никого не видит а вот можно сделать так чтобы он видел темных вот он сейчас начнет видеть темных я надеюсь да вот начин и он постоянно фанит просто да да это интересный на самом деле заданчик который следует перед нами всегда но я хочу закончить свою предыдущую мысль значит грабли 2.0 выглядели так что типа приходит на мастерской группы хи мы вручаем значит железки наши вручаем sdk консультируем их программистов и дальше они их программисты под их игру под их задачи пишут код собственно это место работало тоже был большой провал на этот счет на игре стоимость цена чистить цена чистить под питером стало понятно что у мастерской группы очень мало ресурсов всегда и они не могут в своей среде найти еще ресурс но еще и программируем поэтому грабли 2.0 на этом закончились и мы перешли к концепции коробочных решений то есть мастера приходят ну дядя Слава приходит и говорит мы делаем хи нам нужно чтобы было у нас на полигоне два кинжала которые реагируют на орков у нас будет 50 орков на которые эти кинжалы должны реагировать у нас будет некоторое количество темных майор которые должны чувствовать светлых эльфов у нас должно быть какое-то количество светлых эльфов которые должны чувствовать орков и темных майор при этом орки не должны никого чувствовать их должно быть видно всем сильным ребятам или там на позапрошлых хи еще дядя Слава говорит нам нужны сельмарилы которые бы реагировали на темных тварей которые бы, значит, реагировали на давших клятву, а еще, значит, на полигоне есть темные силы, светлые силы, орки хилые, а есть еще давшие клятву фианоринги, которые должны чувствовать тех, этих и еще символилий. Ну, вот такие вот, значит, вещи. Все это было реализовано на медальонах, то есть, собственно, на вход к нам поступило вот это ТЗ, значит, достаточно... Сколько единиц? Сколько единиц. Значит, на эту хишку мы выдали, кажется, 45 орочек передатчиков, вот, очень примитивных, без корпуса, без всего мы их сделали когда-то лет 10 назад, наверное, в предыдущей итерации кинжалов. Вот, значит, и у нас сейчас под сотню медальонов, что-то такое. Ну, то есть, мы можем наращить их количество больше, то есть, плата у нас есть, как бы, печатаем корпуса, постепенно поголовец... Ну, скажем так, у нас же подход простой, нет заказа, нет работы, да? Приходит в залекс и говорит, у нас на нашу игру нужно 50, значит, медальонов с вот таким функционалом. Мы, значит, собираем 50 медальонов и мы выдаем. Вот. Так, да, это просто светится. Это довольно медитативная штука, потому что свет переливается в трещинах этого шара. Просто красиво. Значит, возвращаясь к вопросу. Значит, здесь у нас используется частота 868 МГц. для собственного протокола, как раз, ну, мы его называем, каждый видит каждого. Собственно, проблема этой задачи состоит в том, что каждый должен быть и приемником, и передатчиком одновременно, да? И при этом, если в одном месте соберутся два передатчика, будут фонить, они будут друг друга лужить. А если их соберется 50 в одном месте, или 100, то он будет вообще очень веселым. По этой причине, да, мы сделали протокол следующий, что там каждый девайс передает, допустим, в течение 5 миллисекунд, и этих вот таймслотов несколько раз в секунду. И в течение там, ну, секунды, ну, не так, время разбито на суперциклы. Суперциклы повторяются. Значит, каждый суперцикл разбит на циклы. В начале каждого цикла каждый у нас передает. А в первом цикле у нас девайс слушает, а у всех остальных радио выключено. Это нужно для того, чтобы экономить энергии. Ну, и, собственно, дальше это обеспечивает то, что в обязательном порядке ты кого-нибудь услышишь. И, получается, он включается на одну десятую секунду. Да. И восстанавливается. Да, вот здесь хватает, чтобы на эту всю группу. Да. Да. В этом вся соль. Дело в том, что вступят в такую фазу передающие-принимающие, что это принимают всегда не тогда, когда тот передает. А в том-то и штука, что мы принимаем, допустим, в течение 100 миллисекунд каждую секунду, да, а передаем каждые 50 миллисекунд. А то есть время приема всегда больше, чем цикл передачи. Ну, можно так сказать. Там есть свои тонкости. Короче, этот протокол был впервые реализован в 2008 году на игре «Лагаан». У нас были камни-бурги. Короче, был кадр из Индиана Джонса «Храм Судьбы». Когда, значит, Индиана Джонс к нам приносит камень, значит, у нас на алтаре стоял камень, Индиана Джонс к нам принес камень, значит, потому что он его нашел, добыл, значит, мы говорим, о, хутник, ты, значит, хан избранный, поставишь же камень на алтаре, он несет камень к алтарю, у него в руках камень начинает светиться, значит, на алтаре камень начинает светиться, значит, все, просто. Кадр из фильма просто. Так, хорошо. Значит, удаливаем. Ну да, в общем, мы перешли к коробочным решениям, и вторым, так сказать, важным моментом у нас является то, что мы любим и умеем массовость. Потому что когда у нас один-единственная канделяба, это красиво, конечно, но их должно быть много. Когда у нас один кристалл, ну классно, конечно. Мы не привезли, потому что еще не сделали следующую версию светящихся грибов, потому что, опять-таки, пока на них нет заказа. Но вы знаете, предыдущие версии грибов, мы их сделали 30 штук. Когда человек заходит в темную комнату, освещенную светящимися грибами, его жизнь перестает быть прешней. Он говорит, ааа, грибы. Я точно не знаю. А кристаллы это что-то отдельно покупаем или все же кристаллы? Нет, все требует. Мы все делаем сами, что называется. Сейчас я резво дойду. Вот, значит, к примеру ради. Это замок, он будет тускло светиться, с солнцем трудно сражаться. Для экономии энергии яркость занижена. Это замки, значит, для Хогвартса были сделаны в свое время. Видно? Светится крайне. В столом есть ниши, чтобы у них можно было еще там тенечек. Собственная идея была в том, что был Хогвартс, это были замки, которые, ну понятно, горят красным, он запят. Он работает на карточках метро, бесплатные, юзаные. Каждая карточка содержит уникальные идентификаторы, поэтому московская метроид – источник бесконечного количества бесплатных уникальных ключей. Ну, то есть я в свое время, значит, прошелся по станциям. То есть идешь куда, едешь на работу, значит, прошелся по станциям. Ну, короче, нет, просто люди одноразовые билетики, они их прикладывают, кладут рядышком и идут дальше. Поэтому накапливается просто на турнике. Ну, я собрал себе карточку. Даже как-то раз отправлял в Данию, значит, одному тамошнему ролевику-электронщику. Потому что, ну, Дания, вы понимаете, страна захорустанная, там нет такого. Значит, ну, короче, идея следующая. Видите, где прикладывают, он пыхнул красным, что да, он увидел карточку – нет, входа – нет. Ну, и карточка, она вставляется в рукав, как бы, да, вы понимаете, прячется внутрь артефакта, куда угодно. Дальше ты там рукой прикладываешь куда-то, и вот, пожалуйста, можешь войти. Ну, и на этой концепции там уже сделано несколько замков. У кого-то был, значит, сертификат на заклинание десендиум, например, у кого-то был гоблинский ключ, там, и так далее. Ну, и, собственно, сюда можно добавлять карточки, просто нажавшую кнопку, значит, можно удалять карточку, и так далее. Значит, это первая версия этого замка. Вторая версия ещё умеет говорить, издавать звуки и прочее. На ней можно делать прям целые квесты формата, значит, там у человека есть артефакт. Там, приложи его в старую кнюсу, значит, в роще, он прикладывает, тот день говорит, оба, знаю, кто пожаловал. Хранитель древнего артефакта Слазара Слитина. Ну что ж, теперь отправься, значит, в гостиную Гриффиндора и добудь мне медальон, собственно, Гриффиндора. Принеси его сюда и покажи мне. Ну и дальше понятно. Можно делать такую. Да, решил. Можно, пожалуйста, спросить, одну систему SCUD, когда ты программируешь изовне номера ключей далеко? Далеко? Вот почему? Сейчас, хороший вопрос. Короче, ситуация следующая, да, у нас на Палифоне 20 замков, 150 игроков, и в каждый замок нужно внести карточки, да, это довольно умыло. То есть это физически с карточками поднимутые? Да, 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 это неудобно. Можно, конечно, делать как бы палиативное решение, типа мы вставляем у него флешку, но это всё равно неудобно. Значит, мы, в общем, большинство наших девайсов встраиваем радио, в этом замке радио нет. Было бы тут радио, можно было бы простилось. А, ну, то есть, нет, это штуки для рекламы. А таким разработкам не требуют. То есть посреди игры мы всегда решают, что вот этому нам надо дать ключ. А карточки метро просто всем раздали, у них ID есть, и всё. Да, да, да. Это драком альфой, а это, не знаю, там, горит, вот, да. И там ID-354, вот эти пять замков теперь получил доступ с мастерки с замков, да? Да, да, да. То есть мы можем сделать. Да, классично. Ну, я делал именно сервакол, прям. Когда там будет клюв, когда-нибудь по вайфайу, потому что тогда вайфай у каждой карточки. У каждой карточки. Нет, ну видишь, что-то не вайфай, а радио. В случае то же самое. Значит, про радио мы сделали хобертские клубы. Не буду их сейчас показывать. Значит, у них есть тоже радио. Всё это заточено на то, чтобы раздать каждому преподавателю блокнотики, чтобы он мог прям внести баллы и баллы начислились. Пока мы не сделали блокнотики. Это уже который год, значит, висит. Всё никак. Вы который год говорили, что нарисуйте на корпусе, если ты не прочитал. Дело не в корпусе, понимаешь? Да, я понимаю. Сначала, короче, был ковид, потом был чип и гиптон, когда микросхемы в мире кончились. Правда, да. Так, значит, я хочу ответить на вопрос про 3D-печать. Мы используем 3D-печать, потому что это дёшево, надёжно, практично, и это требует минимум ручного труда. Потому что грустная правда жизни состоит в том, что ёлки-палки приходится ходить на работу. Вот. И... Всё. Да. 3D-принтер... Да. Можно было бы корпуса отливать. Одно время... Да, вот это... Это ещё отлитые кристаллы. Да нет, это вообще стеклянные кристаллы. Это ещё древние-древние кристаллы. А вот это кристаллы куплены. Это покупные, были куплены на ВДНХ, значит, в китайском павильоне, 15 лет назад. Гедром. Гедром. Гедром, да. Вот. Стекло бьётся, короче, дорого стоит, всё такое. Мы одно время отливали кристаллы. Мы брали стекло, снимали с него форму силиконовую и отливали туда прозрачную эпоксидку. У нас была кристалла-ферма прямо на подоконнике. Но дело в том, что это требовало чудовищного количества ручного труда. Потому что один кристалл – это фигня, но дальше у тебя 25 форм. Вот ты, значит, смешай эпоксидку, залей её туда, значит, увидишь, чтобы нет пузырьков, значит. Дальше проходит субский, ты из этого извлекаешь. И вот ты постоянно... И замок ещё, эпоксидка... Короче, с 3D-печатью. Значит, я заложил 30 канделябров, значит, в серию. И вот уже второй месяц, два с лишним месяца, я их печатаю на всех 3D-принтерах. Вот. Ну и типа я кнопочку нажал, значит, по утрам на работе, и пошёл работать. А через там 30 часов у меня две базы канделябра, пожалуйста. С одной стороны там 30 часов, с другой стороны принтер печатает, а я работаю. Ну ты приглядаешь, наверное, пошёл по утрам. Обычно... Ну, как бы, да, бывает, что... Если это уже третий, например, то всё, как по-моему, уже... Нет, ну там и откло приклеилось к столу, там так и... Короче, бывают неприятности с 3D-печатью, можно... Я предлагаю не обсудить, потому что, ну, как бы, кто печатает, знает, что бывают проблемы, да. Кстати, ещё вопрос. Акула, а насколько много данных передаётся вот в этом окне в 50 миллисек? Мы передаём обычно 8 байт примерно. А, ну, здесь совсем... Совсем чуть-чуть, да. Можно меньше, то есть мне бы хватило одного бита, как бы, да, здесь. Но, значит, практика показывает, что если мы передаём 4 байта, то это слишком короткая посылка получается, даже с учётом проверки целостности. Ну, получается не 4 байта, а 6 байт. И вероятность того, что какая-то помеха успешно прикинется сигналом достаточно велика. То есть, это приводит к тому, что, когда идёт по лесу, ой, кинжал светился, ой, погас. Почему? Непонятно, орков рядом нет. А дальность какая? Кого? Дальность. Дальность, ну, как бы максимальная 100 метров примерно. Мы догоняли дальность до метров 300, короче, вот на этих микросхемах. Но это прям обычно не нужно. Потому что, если у тебя орок в 100 метрах, то вот идёшь по лесу, где-то в 100 метрах орок. Нет, 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 в данном случае это достаточно и просто, пожалуйста. Да, вообще, как бывает. Значит, здесь используется классическая модуляция ГФСК. Мы также в ряде проектах используем лору. Лора – модуляция, предназначенная для увеличения дальности ценой скорости передачи. В оба комбината. Значит, в случае кристаллов. Здесь мы с вами наблюдаем кристалл, напечатанный на обычном FDM-принтере. Классический, значит, PETG мы любим. А это кристаллы, напечатанные на фотополимерном принтере. Воняет довольно сильно. Воняет довольно сильно, да. У нас зараза дорогущая, там типа 8000 литров. Но деваться некуда. Только красиво. Да, потому что можно его вылентить. Эту грузу, их несколько видов. Мы ценим, когда можно сделать так, как мы хотим. Так, дальше. Это один и тот же принтер, печатанный при два разных. Фотополимерный – это другой принтер. У меня один дома и два на работе. И ещё один на работе. Так сложилось как бы. Идут годы, и, допустим, покупаем новый принтер, а старая работа. То есть он на литовой подошел. Да. Конечно. Нужно завести на балконе ещё принтеров. Да там больше принтеров. Да. Значит, дальше. У нас есть всякие говорящие девайсы. Это вот говорящий камень, в данном случае смеющийся. Он реагирует на то, что мы пошевелили. Он реально криповый. То есть мы его как-то раз положили в данж был тёмный, значит. И вот ты по этому данжу идёшь, он довольно чувствительный. То есть ты идёшь, пол трясётся. И вот он из угла с подземелья начинается вот это вот. А он акселерон такой? Да. Там акселерон. Кого записывают? Это смех Сюйяна. Из Дорамы, да? Из Дорамы, неукротимый. Ты же магистр Диавольского пункта. А я хочу сказать, что у тебя все приборы работают на пальчиковой, да? На два батареи. Да. Ну, некоторые на А3, на вот. Ну, не на 516, на 13? Нет. Ты нажал на вот на нём. А. Вот. Вот. Но они тяжёлые, большие. Дело в том, на самом деле, что... Ну, почему мы не любим аккумулятор? Одна идея была, слушайте, ну, мы как бы на каждую игру покупаем 500 батареек. Это довольно дорого, короче. После игры выбрасываете. Давайте аккумулятор использовать. Есть большая беда, к сожалению. Я, конечно, обожаю переиспользование. Но. Так. Одно время я думал, что... Вот, знаете, к дисковым батарейкам прикручивают светодиоды изоленты. Да. Съемы и выставили. А я всякий раз смотрел, и думал, боже, это же неудобно. Значит, перед игрой мы изолентой крутим светодиоды. У них конечное время работает. Они, конечно, долго работают, но тусклое. Вот. После игры нужно их собрать. Значит, оставлять в листу не очень хорошо. Так. Хватит. 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 Видите, микро-SD-карта, на которой записывается лав-файл. Эта штука играет случайным образом выбранный файл при сокресении. Настраиваются параметры 14. Вот это всё. Ну и тут есть антенна, так что можно по радио это запущать. По радио. По радио. Ну, как бы то самое. Идёшь по лесу, и вдруг из пустов... Радио-сюльян. Радио-сюльян, да. На чём я остановился? Про батарейки. Про батарейки, да. Короче, я даже как-то раз сделал 50 светлячков на батарейках АА. Идея была в том, что ты приехал на поликон, тебе не нужно ничего прикручивать, ты идёшь по лесу, включаешь их, расставляешь, вот они светятся. Батарейка АА имеет большую ёмкость, чем вот эта дисковая, она дешевле стоит, как бы... Классно, да. Можно настраивать произвольный цвет. Можно, значит, делать, что он не просто светился, а там переливался как-нибудь. Круто же. Короче, эта идея оказалась унылой, потому что, чтобы это окупилось, нужно, чтобы оно съездило на полигон десять раз. Вероятность того, что за десять поездок на полигон светычок потеряется, очень зараза большая, просто чудовищная. Поэтому не прокатило. У нас в 2014 году мы делали для питерской игры группы Альфа и Омега фоллаут-девайсы. На их фоллаут у нас были вот такие вот штуки. Значит, это девайсы персонажа у каждого есть. Тут лампочка мигает, если она зелёная, у тебя всё хорошо, если у жёлтой всё не очень хорошо, если мигает красным, ты сейчас умрёшь, если она горит красным, ты труп, дивный отрядник. Ну и, собственно, была модель радиации сделана на этой штуке. Значит, фоллаут-девайсы, после этого мы их сделали 700 штук. Мы их заказывали на фабрике, и после этого мы их использовали везде. Мы сделали световичковую дорожку. Типа ты идёшь в полюс, и перед тобой они загораются, у тебя за спиной они гаснут. Значит, это породило огромное количество всяких моделей, потому что, типа, вот есть лес, в котором ты можешь перемещаться только от огонька к огоньку и никак. Если у тебя нет медальона, лес для тебя неприступная тёмная стена, значит, не можешь ничего сделать. Если ты там ведьма, допустим, для тебя лес дома родной, ты перемещаешься по нему как хочешь по этим светлячкам. Если ты охотник на лезнь, ты вот только по подзелённым, значит, лампочкам можешь ходить. Были модели типа у нас поли-зелёных для синих светлячков, значит, и это море. Чтобы по нему перемещаться, ты должен ходить от зелёного к зелёному огоньку. И они загораются, если у тебя есть медальон капитана, например. И так ты вот по этому морю, значит, перемещаешься. Короче, от этих 700 штук у нас осталось... Ну, сотня. Ну, сотня, короче, за вот минувшие годы. Куча питерских леса усеяна этими штуками, девайсами. Была и ситуация, когда я приезжал там на майске на полигон и обнаруживал на веточке девайс, который остался там с осенью. Но они переживают. Нет, переживают. Почему? Мы их опрыскали специальной жижей, которая называется пластик, с буквой К на конце, от фирмы Крамалин. Это баллончик. Он создаёт тонкий слой пластик. Сейчас я набег, он... Да, вот тут вот прям... Если присмотреться, видна тоненькая плёночка блестящая, девайс. Эту штуку можно класть в лучшую, а она там две недели проживает. Проверим. Вот. Так. Давайте... Флейты и кристаллы. Флейты и кристаллы, да. Значит, мы для игры китайцы. Все любят китайцев? Да. Положено любить китайцев. Буря. Один. Буря. Собственно, первая итерация флейты выглядит вот так, значит, это вторая итерация флейты, в ней стало больше кнопочек. Значит, мысль состоит в том, что ты нажимаешь кнопку, и она играет. Ты можешь сделать вид, что играешь на 3-е. Значит, для ряда моделей это нужно, потому что вот есть персонаж, у него есть магия, допустим, исцеления, и он, собственно, приходит куда-то и дальше исцеляет. Вот, мы как раз по просьбе одного нашего друга, на какую-то игру, не по китайцам, не знаю на какую, делали как раз... Угу. Дверь, видно. Так, вот, и... Фонющий фонтан. Если это хиляние какое-нибудь происходит в комнате, в таком ищешь так, их расставляет на рук, тело, и вперед... Просто не крейт, а звук интерьера... То есть мелодия может быть любая, естественно, да? Да. А какую запишешь? То есть он не будет храбатывать, играет какая-то ещё музыка, но они не сгибаются, верно же? Да, он не на звук реагирует, но не на звук реагирует Это радио, в кристаллах радио Когда я жму кнопку, Фрейта говорит, играется песня номер восемь Кристаллы реагируют вот утрогриго Пожалуйста, видите, другой цветовой оттенок Где там был полёт в Афире, не помнишь? Где-то в конце Мы подбирали, собственно, эффекты, чтобы они были под мелодию подходящей Сейчас Ладно, ну вот так Ну, с Солнцем невозможно сражаться Как говорил Настя Нигульшина Стыдно крыль Это когда ты подаёшь заявку на мероприятие В последний день приёма заявок на мероприятие Вот это стыдно Вот это случайно получился В машинах Ну да Матрос Ну вот, собственно, я отпустил кнопку, Фрейт перестал играть через секунду Ну и кристаллы потихонечку начали угасать Ну, то есть, опять-таки, с кристаллами История в том, что все любят кристаллы Кристаллы это красиво, они стоят, светятся и так далее Но, как бы, делаешь кристаллы В них радио Вдруг пригодится и действительно Ну, собственно, здесь больше кнопок Здесь можно регулировать громкость Значит, мелодии не я подбирал Всякий раз, когда Всякий раз Дело выглядит так Ко мне приходит игрок, говорит, хочу Пожалуйста, мне вопрос Подбери мелодии под эту шлейку Разумеется, мелодии мне присылают в последний день перед игроками Неочищенные от звуков барабанов там, понимаете Ну, то есть, контент это очень важно Масса есть каких-то вещей Да, это наш любимый гост Да, это наш любимый гост Контент важен, нужно подбирать музыку так, чтобы она подходила под инструменту и сеттингу и всему на свете Я прям считаю, что это дело, короче, игрока, заказчика и так далее Потому что ты знаешь, что ты хочешь, чего будет твой персонаж играть на этой флейте Пойди в интернет, и в Яндексе там Мелодия для флейты в ААВ скачать Все как бы Но удивление у меня не очень просто, кстати, на этом интернете, там числа и эти мелодии без всяких А, кстати, там именно в ААВ, то есть оно с патрии до тебя не принимает Да Ну, то есть мы могли бы сделать MP3, но это заметно больше восьми с этим И нет смысла Более мощный контроллер Геннать так всегда можно Короче, на большом компе превратить MP3 в ААВ очень просто А дешифровать MP3 на этом контроллере можно Но для этого нужна большая частота, больше энергии, короче Да Зачем? В восемь гигабайт микросд-карты туда влезет сколько угодно, музыки бесконечно Зачем? Нет смысла заморачиваться просто То есть оптимизируем, в общем, энергопотребление и простоту программирования Так, хорошо Конделяна Конделяна, да А, значит, сначала Давай на нас с этой штуки Это работа с регионами называется Какая-то, значит, наша русская ролевичка, оказавшаяся в дыре где-то в Испании, не знаю Обратилась к нам с просьбой сделать ей светящийся кристалл Ну, сделать просто светящийся кристалл это скучно, поэтому мы сделали сложно светящийся кристалл При этом, ну, не знаю, мы сначала рисовали не кристалл, а другую форму, значит, удлиненную, там, плавную с изгибами Но приём застеснялся и не сделали кристалл Так и было Чтоб от тебя ясно Ну, я просто исходил из того, что кристалл это понятная лаконичная форма, с ней всё ясно Смотришь, понимаешь, да, кристалл И она универсальна, потому что кристалл, ну, где угодно можно применить И у эльфов, и на стимбанке, и в будущем, и на Гарри Поттере, где угодно Значит, ну и, собственно, идея в том, что её можно поставить на стул Тут есть уши, чтобы его можно было подвесить на веревочку куда-нибудь Можно его носить на поясе за одной из этих ушей Он работает на батарейках АА Не знаю почему, но мы наконец начали печатать сами батарейные отсеки Боже, как стало хорошо жить после этого, это просто чудовище Мы страдали все эти годы от батарейных отсеки Кстати, а вот эти вот пужинки разъём будут? А, Алиэкспресс, 200 рублей А, есть прям там Просто вот, 200 штук, ну хорошо, 400 рублей стоят поистикам, где-то Просто не о чем париться Прям сел и поехал Вот Значит, ну и мы их сделали пока что штук пять К нам уже пришли люди, которые хотят их семь штук, чтобы расставить в круг в ритуале Значит, чтобы было радио, и чтобы они включились когда надо Значит, ну, начали мы, на самом деле, с канделябров Здесь алгоритм, который обеспечивает вот это вот пламя Да, слушай Они могут, например, включаться по голосу, причём по коду overflow? Это мы пока не умеем Еще это шифровка, что ли? Все, это уже не нужно Сейчас же оттен про голоса узнал Ну, нет, задача распознавания речи нетривиальной, к сожалению Мы бы... Через интернет ещё, они почти все только работали Да, это правда так Значит, технически можно, наш канделябр, там есть для этого ик-приёмник У Яндекса есть такая речка Яндекс.Пит, которая подключается к Алисе И можно сделать так, чтобы Алиса в ключе канделятора, он включится Вот, чё, ну, просто можно это сделать, это несложно Но, значит, распознавание речи мы пока не щупали, так скажем Сами мы пока не умеем Как сказать, есть на рынке технологии формата, отправляешь в интернет голос, обратно тебе приходит текст, с этим можно что-то делать, мы это пока не щупали Да, кстати, коррель Сразу такой вопрос внезапный Есть ли способ обойти слово Алиса? Нет Мы конкретно используем ту же экспонологию или без Рейса? Ну, короче У Яндекса есть та самая служба, что ты туда шлёшь звук, обратно тебе слова Ты можешь это использовать, ну, то есть, ровно то самое Ты с микрофонов получаешь звук, отправляешь туда, тебе ответ на что-нибудь Дальше ты говоришь, ну, там, Чарли, открой дверь Вот, тебе в ответ приходит текст, Чарли, открой дверь На который уже реагирует Да, на который ты можешь писать, да, угарит Ну, для этого тебе нужно какой-нибудь Raspberry Pi или Orange Ну, понятно, как знает Николаевич Вот, там Linux и всё такое Ну, нужно интернет, куда деваться Причём хат Да, в штатных, короче, в штатных колонках Яндекса обойти по Алисе нельзя Потому что там специальная нейросеть, которая именно заточена на распознавание слова Алиса Сказано в миллионах разных вариантов, короче Её можно загнать в этом голосовом, в неё можно загнать голосовой чат Да, зациклить его, и тогда можно обойти вот это дело Чтобы она реагировала всегда Да, так он будет слушать всё всегда Да, и случайно сможет реагировать на какую-то фразу, вообще там, брошено Не, ну, вообще интересно, кстати, говорю Ну, да, всё, можно как-то, ну, это некоторый автопик, потому что... Значит, да, возвращаясь к вопросу Задача, типа, значит, я сделал какой-то жест, и оно включилось, оно постоянно востребовано Мы это чаще всего решаем медальоном Типа, сумму в карман медальон, как бы, да, и дальше такое, значит, кристаллы включились И всё, раз включились Вот Вот У нас... Медальоны уже движение понимают? Или... Медальоны могут понимать движение, но это обычно было не нужно нам Кнопка Ну, как-то надёжно, просто дёшево и практично Просто она внутри только у вас была? Ну, вот три штуки А, теперь уже есть Вот, да Вот, на игре про ситхов, значит, по звёздным воинам Я учился делать световые мечи Я им раздал кристаллы, значит И говорил, теперь каждый из вас должен побороть волю кристаллов, значит Смотрите, они светятся гнусно, джедайским, синим светом Вы должны, значит, сделать их красными Вот И они думают, значит Старайтесь сильнее, не старайтесь сильнее, значит Что такое, кристаллы, что ли, сильнее вас? Я такие Вот Я нажимаю в кармане кнопку, кристаллы появляются красными Я, да Очень было стимула Ну вот Казалось бы, да Но, тем не менее, человек вот старается И вот он видит, да, у него получилось А, этого стрелка Теперь стас Вот Так Крист Кандилявра Значит История следующая Я приехал в Холвардс в очередной раз Захожу, значит, в главный зал, а там они Так бывает Значит Когда-то кто-то Ну Талантливый и энергичный Сделал Кандилявры Значит Это был хороший проект Я не знаю Харипа Дэн Харипа Дэн Не знаю Харипа Дэн Харипа Дэн Ну, короче, важно следующее Лазер 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 Кандилявры Сделаны из плоских деталей Которые вставляются вот так вот И они получаются объемными Значит Ну, это Кандилявра вот такого размера Значит У него четыре Круга Наверх На перекрестии Были приклеены свечи-таблетки Электрические Вот И я думаю, что в первый В дебют этих Кандилявров Оно прям круто выглядело Потому что их много, значит Свечи и все такое Свечи-таблетки я не люблю, потому что у них батарейки, которые дорогие Их трудно найти, значит их трудно заменить Если свеча приклеена термоклеем к кандилявру То ее трудно заменять Вот Дальше вы понимаете Игра заканчивается Кандилявры, значит Сваливаются Сваливаются в кучу Мешки куда-то По пути от них отваливаются свечи Вот Никто их не выключает Потому что все спешат Значит Следующему Через полгода лежания в гараже Свечей Ну, короче Ну, короче, да В общем, дальше Кто-то пытался спасти ситуацию С этими канзелярами Приклеив Этим Термоклеем Батарейки, таблетки С светодиодами прикрученными Вот Согласить Акции Полностью разделять Вот И сверху даже покрашено было серебрянкой Я видел То есть Все Все Заработки Ну, короче В минувшем семестре Умерло И это То есть Ну, как бы Все Вот Глядя на это Я понял, что Мастерство не выдерживает Нужно все менять Я решил сделать канзелябры Тридцать штук, значит Заложил все И вот Вот Они перед вами На каждый стол по своему цвету Да И чтобы носить можно было И переключать режимы И ну, как бы, что тут А, ну тут, конечно, есть Акховский Канзелябры Ну, такое Мы не привезли сюда Канзелябры в Хогвардске Ну, там есть черный золото Да, просто эти мы не только Показываем красивую, но и продаем А хогвардске не продаются Они отправятся в Хогвардск Вот Значит Короче Самый Большой, так сказать Вызов в этом всем Был Ну Сделывать красивый алгоритм свечения То есть Как это? Сначала Небольшие Технологические, так сказать Наши достижения Я очень не люблю провода И вам не советую Провода Это зло Каждый раз, когда вы поедете провод Есть Особенно, если вы его поедете к платью Есть шанс, что она дворится Шанс очень заразный Чудовищный И еще Провода это очень долго Паять В итоге Мы пришли к тому Что У нас здесь Используются Кабели Плоские шлейфики Которые Сорок сантиметров На Алиэкспрессе Сто штук За двести рублей Вот И Собственно, эти кабели Тянутся К каждой платочке В каждом Планечке Вот Собственно Так Как у нас со временем Протягиваете Или Впечатку Нет, протягиваем Конечно К анделатору Включаются Они припаиваются Да У нас Да У нас есть Собственно Я покажу сейчас Все это разбирается Естественно Ага Я не продам Смотрит, прошу Короче Здесь А на чем ты модели Solidworks Ну ты смотри У тебя резьба Каждый раз такая хорошая Что бы я скручивал Прям У меня Тот первая Резьба Резьба Это Хорошо Там Готовы что ли? Нет Разработал профиль Проверил И все Прикольно, что Прикольно Что делать Помадно Вот Мы задумывали Модульный Хотели еще делать Пятироки Но оказывается Связано это с тем Что Свечи Пламечки Зараз очень много энергии потребляют Чуть не полампера Вот Это означает Что Эта штука будет гореть Там часов Шесть Неперерывно А после этого Батарейки кончатся А нет ли возможности Подкнуть туда Поставить их Под зарядку Можно Да, специально сделать Чтобы любой USB свисток Вперед Но я теперь хочу Показать На самом деле Алгоритм То есть там Аккумулятор можно поставить Можно Да, там даже Заложена Зарядка Вот я проеду Аккумулятор Поставить подзаряжаться А потом поставить на стол Можно так Ну короче Пока что батарейки Мы используем Потому что Наша практика использования Аккумуляторов Негативная Люди Их Выбрасывают Как севшие батарейки Не понимают Что это аккумуляторы Люди их забывают зарядить Задача Перед игрой Купить 500 батареек Понятная Задача Перед игрой Зарядить 500 аккумуляторов Слушай А еще проверить Что они не сдохли А то сейчас зарядить И зарядить надо Короче, да Вот Значит я хочу вам показать Я написал Да, в процессе отладки Алгоритма свечения Пламени Я понял Что у меня Количество параметров Растет С какой-то чудовищной скоростью И я написал Про углу на питоне Чтобы этим всем управлять Вот Значит Алгоритм Пламени Выглядит Следующим образом У нас Сейчас Почему Потому что Один Значит у нас есть Две Два момента Это Ну ядро Мы это называем Непрерывное Свечение Части Пламени Вот Значит Я могу регулировать Размер этого Ядра Вот Я могу регулировать Его А это вот Шаг светодиодов То есть Ты сейчас Убираешь Тут Семь Две стороны Платы По семь С каждой стороны Я могу Пожалуйста Значит Менять Я могу Менять Цвет Цвет Вот С одной С одной Стороны Я могу Тем самым Создавать Вот такие Цветовые Эффекты Другой вариант Использование Белого цвета Это Делать его Теплее Значит Я сейчас Переду Белый Сделаю Если он яркий То есть Нормально Свечать Можно Да Вот эта штука Сильмера Она такая же По сути своей То есть Здесь ТИ свечи по 14 светодиодов А там Одна плата На 42 То есть Просто Прям Локацию Подсветить можно Ну Мы вчера Выходили на сугроб Прям Сугроб Прям Освещено Нормально Нормально Да Это рассеянный свет Вот И вторая Значит Часть алгоритма Здесь По свечке Лежит Некоторое количество Искр Регулируется Вот Например На количество Цвет Параметры Я сейчас Пустил одну искру Для того Чтобы показать Да Можно цвет регулировать Можно опять-таки Делать Эти Искры Разных цветов Они случайным образом Выбираются С диапазона Значит Регулируется Ярко Белый цвет Можно Шеи Убираться Надо все Номерации Водить Двенадцать Двенадцать Это Четыре Двенадцать Если Например Пристал Особенно И какой-нибудь Центр Чем-нибудь Клоешь И в этот момент Пристал Могут Чем-нибудь Да Можно Три движения Подрясти Как сканут То есть На то самое Супер Немножек Нолкать Так Да Да Так А вы Подаете Прокаты Занете Смотри У нас бизнес-модель следующая Мы Можем Продать Канделярмы Можем продавать Пять тысяч Пять тысяч Вот Мы можем Сдавать В аренду Наш бизнес-модель Выглядит так Значит Если вы хотите Взять что-то Поиграть Приходите Поиграть По той цене По которой договорились Типа 200 рублей за девайс Можно дешевле Как бы Если у вас шваб Держать вам очень хочется Ничего страшного Можно за бесплатно Можно так Да Слова купил Вот И в этом есть тот плюс Мы любим такую аренду Что во-первых Девайсы остаются у нас Так сказать под контролем Вот Вы платите меньше денег И у вас нет геморроя Потому что Да Да Вот Значит Если мы Разрабатываем новую Железку Под вас То вы оплачиваете Собестоимость Железа Ну то есть там Клаты Эти Компоненты Печать Вот это все Обычно это Несколько тысяч рублей Вот так вот После игры Вы отдаете девайсы нам И дальше можете опять-таки В дальнейшем брать Пожалуйста А мы их переиспользуем На дальнейших штуках Вот Значит Ну то есть Ситуация в том Что если вы Как это Мы Работаем бесплатно Да То есть Наша работа По разработке Программированию Дизайну Де-демоделирование Такому всему Она бесплатна Ради сообщества Это связано с тем Что если мы будем брать По коммерческим расценкам Нам не сможет заплатить Никто никогда Ну потому что Это Ну короче Зарплата 300к Короче Если я Из этих Ну Расценок Буду Это все Вот Ну просто по осени Делать Там возможно Ну там Или ритуальчик Что-нибудь Ну Ритуальчик Понимаешь Опять-таки Плюс в том Что может стоять Игротех в потолке И контролировать происходящее Ну конечно Вот У нас есть допустим Да Он стоит Смотрит О, сделали хорошо О, кристаллы загорелись Поярче Значит О, кто-то что-то сделал Лажу О, они стали угасать Яаааа Начинаю делать В панике Когда ты Подлежал В панике Спасибо В панике Спасибо В панике